приветствую всех на моем канале в этом видео будет речь идти о акриловых красках по ткани decola почему я выбираю краски по ткани decola да потому что они самые лучшие из то что нам предлагают на сегодняшний день они очень хорошо и долго держатся на ткани и даже при первой стирке и второй ваш рисунок не сотрется и не станет тусклее естественно если его правильно закрепить после того как вы нанесли рисунок на ткань также будет идти речь в этом видео о том что же лучше покупать набор красок или же поштучно у меня уже есть видео на канале где я делала обзор покупки из художественного магазина набора красок по ткани а также дополнительные материалы к этому я уже порисовала попользовалась и скажу честно докупала еще краски но уже поштучно что я вам могу сказать набор из 12 цветов покупать не стоит почему потому что здесь есть такие цвета которые похожи друг на друга например вот этот желтый яркий цвет и вот этот желтый чуть чуть темнее но походу они на ткани смотрятся одинаково далее вот эти два цвета голубой и бирюзовый они также на ткани смотрятся одинаково далее красный и рыжий красный да он ходовой цвет рыжий не такой ходовой как красный и его можно получить с помощью смешав красный цвет желтым и вас получается такой же рыжий далее вот эти два цвета они конечно чем-то схожи но они не такие какие-то получились у меня ходовые ну золотистый серебряный цвет они ходовые конечно и в этом наборе они есть это единственное что порадовало но стандартные черные белые был еще зеленый он у меня быстро как-то израсходовался и уже куда-то баночка делать что будет у вас в наборе из шести цветов лучше всего до брать набор из шести цветов где вот классические будут цвета белый черный синий красный желтый это отодвигаем это убираем и зеленый то есть шесть цветов у вас будет поставлю пока бирюзовый сюда это якобы зеленый цвет вот вот такой набор из шести цветов вам будет предостаточно это все вам не надо вы можете докупить поштучно те цвета которые вам нравятся и которыми вы будете пользоваться вы можете отдельно докупить серебристую краску отдельно докупить золотистую краску если вы любитель розового цвета вы можете отдельно докупить розовый цвет так как я работаю с этими красками с этим набором и был у меня заказ где нужно было сделать розовый цвет и даже в этом наборе из 12 цветов мне не было достаточно всех тех цветов чтобы смешать и сделать розовый цвет потому что при смешивании белого и этого красного получается какой-то не розовый а блекло красный цвет то есть нет вот этого выраженного пигмента 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 такого вот красивого розового цвета он у вас просто не получится смешав из тех красок которые есть в этом наборе какие самые ходовые и популярные цвета из этого это конечно черный белый ушел у меня сразу золотой и желтый красного еще тут меньше половины серебристый тоже половина зеленый почему-то быстро израсходовался что было много заказа голубой вот такой вот но если у вас наборе будет даже и 6 вот такой вот синий вы можете такой голубой получить смешав синий с белым и у вас получится такой голубой рыжий у меня вообще практически целая баночка фиолетовый особенно тоже никуда не шел очень странно кстати вот синий тоже практически полная баночка ну и тут сами понимаете что эти два цвета в этом наборе они практически одинаковые один я желтый уже полностью использовала а вот такой светленький практически полная баночка вот и докупала я себе черный эти уже по 50 миллиграмм в этом наборе по 20 миллиграмм баночки естественно докупала белый черный серебристый золотой но и вот такой вот еще цвет розовый так как такой цвет не получается при смешивании красок из тех которые у меня есть хотела еще купить телесный цвет но людей я не так часто рисую и я уже приловчилась из каких если при необходимости нужно мне телесный цвет я уже приловчилась какие цвета нужно смешать чтобы его получить поэтому ребята я вам не советую покупать большие наборы покупайте набор из шести цветов и поштучно те которые вам нравятся и которыми вы будете пользоваться потому что иначе просто у вас будет лишняя трата денег по поводу вот этих трафаретов разного узора да вот они все очень красивенькие я пыталась тут их наносить все получалось у меня есть видео на канале где я делала обзор покупки красок по ткани декола а также дополнительные материалы где я покупала на одном же сайте вот это все набор из 12 вот эти такие красивые трафареты поролоновые спонжики я думала что они очень пригодятся у меня в работе чтобы наносить переносить рисунок по трафарету с помощью спонжика то есть я макаю спонжик в краску и таким вот образом переношу но при работе с этим спонжиками я поняла что много краски уходит так как это поролон и он себя буквально за секунду впитывает всю краску и много краски израсходуется но просто в некуда она улетучивается вам не хватит и 50 миллилитров чтобы нанести нормально рисунок а если он еще большой объемный этот спонжик очень много в себя впитывает так что я не знаю тут как бы по желанию приобретать вы можете купить чтобы проверить приловчиться как ним пользоваться но я вот такие вот рисунки наношу широкой кисточкой широкой кисточкой она много в себя не впитывает краски ее можно об ткань хорошо вытереть таким вот образом наносить до краску на ткань и у вас много израсходоваться краски не будет улетучиваться неизвестно куда и нормальный рисунок будет наноситься что касается кистей какими кисточками лучше пользоваться и какие они должны быть естественно это должна быть синтетика дорогие кисточки можете для этого дела не брать можете покупать в магазине канцелярии да там где детские наборы детские кисточки и ними пользоваться так как кисточки при работе с этими красками они очень быстро портятся и кошлатиться то есть вам не будет жалко если вы испортите кисточку из детского какого-то набора но будет очень жалко если вы испортите дорогую кисточку что я предлагаю и что могу посоветовать исходя из своего опыта такие должны быть кисточки у вас для работы с красками по естественно это широкая желательно вот такая таким вот прямым концом чтобы наносить больше краски да на большие площади на большие поверхности когда вы рисуете особенно большую большой рисунок синтетика только синтетика затем можно брать средние какие-то кисточки с округлым концом допустим чтобы вам было проще и легче нанести какую-то округлую до форму там где нужно вот чтобы был более переход такой кругленький так затем вам необходимо будет потоньше кисточка да такая средненькая вот она больше как на колоночек похоже тоже синтетика чтобы проводить средние линии можно конечно проводить средней линии и ребром такой кисточкой она может у вас там где-то уже где-то сильнее толще то есть там если у вас набита рука то конечно вы можете этой пользоваться и широкие наносить и тонкие более тоньше линии наноси до ребром но предлагаю чтобы у вас была вот такая а можно даже взять еще тоньше такую кисточку это номер шестерочка потолще номер восьмерочка ну естественно самые тонкие это для того если вы хотите сделать тонкую линию либо какую-то роспись да какие-то цифры написать буквы тут обязательно нужны тонкие кисточки для того чтобы контур был четкий либо линия какая-то тонкая завитушка то вы сможете сделать только это с помощью тонкой кисточки это номер один вот у меня еще есть одна кисточка я не иногда пользуюсь особенно особенно когда нужно провести тонкую линию это колос 2 дробь 0 колос классик 2 дробь 0 сейчас я вам покажу пример кисточки который из которой я долго работала и что с ней случилось вот одна из тоненьких кисточек которые я работала тут уже и номер стерся она на конце была такая же тоненькая как и это но длительное время работы с данными красками она начала уже кошлатиться задубивать затвердевать и здесь ворсинки уже в разные стороны торчать то есть они даже когда их намочишь они в кучу не собираются и тоненькая линия уже не проводится то есть можно провести какую-то одно такую среднюю средней толщины линию и не более так что после работы с этими красками да допустим вы нарисовали все обязательно тщательно промывайте кисточки сначала водой а потом лучше мыльной водой еще раз промыть промыть потом проточной и дать им высохнуть чтобы кисточка не кошлатилась и не меняла форму чтобы она у вас оставалась как можно дольше для использования и берите конечно же из детского набора это у меня конечно не из детского набора но я пытаюсь их уберечь как-то ухаживать за ними чтобы они длительное время еще мне служили и не портились вот на этом пожалуй все надеюсь вам было это видео полезным интересным также у меня на видео также у меня есть видео на моем канале обзор первой покупке краски по ткани деколом и им дополнительные материалы есть также видео как правильно наносить рисунок на ткань и сколько слоев красок нужно наносить чтобы не было трещин да и не просвечивалась ткань через краску также есть видео как правильно закреплять рисунок на ткани чтобы при первой стирке он у вас не стерся что смотрите изучайте если нравится а естественно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите в комментариях свое мнение чем пользуетесь вы как вы рисуете не будет очень интересно так что на этом пока все до новых встреч пока пока а